Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в 2023 году Инклюзивный ресурсный центр запускает проект «Инклюзивная школа ДПИ. Доступные традиции», который продлится до сентября 2024 года. Этот проект направлен на сохранение культурного наследия как главной ценности современного человека. В рамках проекта будет проводиться бесплатное обучение исконно русским творческим ремеслам в заинтересованных группах людей с инвалидностью и без. Преимущественно проект нацелен на людей с различными формами инвалидности, в том числе с маломобильными формами инвалидности, людей с ментальными особенностями и другими заметными формами инвалидности. Подготовка и проведение мастер-классов будет осуществляться под руководством специалистов Инклюзивного ресурсного центра, имеющих богатый опыт в реализации проектов, связанных с интеграцией людей с ОВЗ в социум, в том числе через практики декоративно-прикладного творчества в инклюзивной группе. Администрация Кировского района Самары в телеграм-канале сообщает о вакансиях на предприятиях города. Завод-агрегат ждет слесарей сантехников и токарей. Зарплата от 30 до 40 тысяч рублей. Завод-экран нуждается в электромонтерах, экономистах и инженерах. Последним готовы платить 65 тысяч рублей. ПАУ-гидроавтоматика ждет транспортировщиков, фрезеровщиков и слесарей механо-сборочных работ. Зарплата от 30 до 43 тысяч рублей. Предприятие Стан Самары нуждается в инженерах-технологах, слесарях и фрезеровщиках. Зарплата от 45 до 55 тысяч рублей. Администрация Советского района в телеграм-канале публикует фото участников конкурса «Цветущий советский район-2023». Активные жители, которые высаживают цветы и украшают свои дворы, присылают фотографии. В постах опубликованы снимки двора дома номер 101 по улице Советской армии, дома 161 по той же улице, «Цветущий двор» дома 116 по улице Дыбенко. Администрация благодарит всех жителей, которые занимаются благоустройством зеленой зоны. А тем, кто этого еще не сделал, предлагает подать заявку для участия в конкурсе «Цветущий советский район-2023». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова